Вурсалин. Встречалась там с псом Короленко. И псой Короленко привел меня к своим друзьям, московскому религиозному еврею. Которые были религиозные евреи еще в те времена, когда это было грустно. Уехали на святую землю, стали там жить. Но остались вот по-прежнему этими же самыми. Причем они филологи тоже, лингвисты, тоже переводчики, тоже какие-то вот прямо ой-ой-ой. И женщина там, ее зовут Эстер сейчас, а раньше звали Наташа. Она ученый. Она в 20 лет занялась языками для того, чтобы читать писания вот эти их еврейские на тех языках, на которых они написаны. А это, наверное, языков 20. И вот она лет 30 изучала все эти языки. И выучила их. Не написала ни континентской, ничего. И я сижу, говорю, Наташа, елки-палки, как же ты правильно жила жизнь? Сидеть, изучать, читать, вот это впитывать все. А она смотрит на меня и говорит, ты знаешь, а я все время смотрю на тебя, думаю, блин, вот как же правильно человек жил в жизни. Что же мне-то так вот не одно? И вот мы с ней так, а все это слушала девочка 25-летняя, которая тоже сейчас на перепуте, и у нее страшная депрессия. И у нас у всех, мы все неправильно жили. И она так смотрит и говорит, блин, никогда мы не будем жить правильно. И что? И мы обе на нее замахали руками, выходи замуж, выходи рожать детей, и пусть все будет правильно, учись варить, учись варить парчин. Да? Нет. В общем, женщины и мужчины, и женщины, всем счастья, всем, всем, всем. Всех здоровья. И живите правильно. И живите правильно. Спасибо. Спасибо.